Привет! Несмотря на то, что половина лета уже позади, все мамы знают, что сезон лагерного отдыха сейчас в самом разгаре. Поэтому вы еще все успеваете и выбрать лагерь, и отправить туда своего ребенка, и даже отдохнуть с ним там сама. А вот как это сделать, мы сегодня с Яной вам будем рассказывать. Ура! Нашим деткам только 4,6, они еще не достигли классического лагерного возраста. В этом году они уже успели отдохнуть относительно самостоятельно. Мы с Марком были в семейном джазовом лагере, а Маша? Да, мы с Евой получили уникальный опыт. Мы съездили с ней в серф-лагерь за границей, где я была вожатой, а Ява была дочерью полка, и получила бесценный опыт для малыша 4-х лет. Я там училась кататься на серфе. А кто главный был? Я Ирина. Первый ресурс, на который я вам советую сходить, это профильный сайт о детских лагерях ChildCamp.com.ua. Там огромное количество информации и про лагеря, которые находятся на территории Украины, и про иностранные лагеря. Очень удобный поиск, фильтр, можно себе открывать спортивные лагеря, языковые лагеря, лагеря в какой-то конкретной стране и так далее. В общем, сходите туда, не пожалеете. Если вы родитель, вы наверняка знаете такой ресурс, как Детство.Инфо. Там есть целый сегмент, который посвящен детским лагерям. Самая большая ценность этого сайта, конечно же, отзывы, которые я, как обычно, настоятельно рекомендую читать. В этом деле это одно из ключевых моментов. Если вы подумываете о том, чтобы отправить ребенка за границу, а не в границах Украины, обязательно сходите на ресурсский пассаж. И вот там есть этот редкий сайт, на котором есть прям такой раздел летние лагеря для ребенка. И там тоже достаточно большое толковое предложение. Это ехать первый раз в компании знакомых деток. Хотя бы несколько знакомых людей. Во-первых, это интереснее. Во-вторых, они уже в самолете начинаются какая-то тусня. В-третьих, это уже некая компания. Им легче за его лидерство, в конце концов. Это очень важно, особенно для мальчиков. Второе, в какой бы тематический лагерь вы не ехали, сколько бы денег вы не заплатили за то, что ребенка обучат прыгать на батуте, разговаривать на английском. Я очень не советую ребенку рассказывать, что ты едешь учить английский. Или ты едешь там в тот же джазовый лагерь. Вот, вдохновлять, еще раз вдохновлять и немножко манипулировать. Еще один такой маленький лайфхак, очень любимый мною, это воссоздание некой лагерной романтики. А именно, какие-то элементы королевской ночи. Ночевки друг у друга. Ну и, конечно, классические, тем более музыкальном лагере посиделки, ночные с гитарами. Вот, Марк вкусил этого удовольствия, несколько раз уснул, но, тем не менее, во сне подрыгивал счастливой ногой. Главное, что удается ребенку с собой, это медицинская страховка. В лагере, безусловно, есть медсестра, но медсестра может оказать некоторую базовую помощь. Медицинскую страховку с нормальным покрытием, которое стоит нормальных денег, вы обязательно должны дать своему ребенку с собой. Вторая важная штука, это контакт. Всегда лучше звонить тому, кто сопровождает вашего ребенка, чем самому ребенку позвонить 150 миллионов раз. Очень помогает оговорить с ребенком определенное время, когда вы будете коммуницировать. Таким образом, ребенок не чувствует себя под тотальным контролем, над ним никто не смеется, что мама на тебе названивает. Ну, вы знаете, что плюс-минус там в час, два, не знаю, в обед, вечером вы на связи, хотя бы смс-ку скинул, все хорошо. Собирая ваших детей, напишите им список того, что лежит у них в чемодане, это старый еще дедовский способ, и отдайте этот список не ребенку, потому что он его где-нибудь потеряет. А дети могут потерять абсолютно все. Отдайте этот список вожатому, и тогда у вас будет практически гарантия того, что любимые джинсы, любимые тапки, любимые шорты приедут в этом чемодане. Уже в каком состоянии тут сложно предугадать, но в целости приедут домой. В любом лагере есть свои правила. Вы должны узнать об этих правилах, когда будет отбой, когда будет подъем, чем будут кормить, какая будет политика расходования карманных денег. И вы должны сказать тому, кто едет с вашим ребенком, какие правила будут для него, а в каких можно быть более гибким. Лагерь это неисправительное учреждение. К вашему ребенку найдут индивидуальный подход, но об этом нужно знать заранее. И вашему ребенку, и руководству лагеря, ну и, собственно, вам самим. Зачем все это нужно? В моем случае целью было не оздоровить ребенка, не просто покупать его в море, но, тем не менее, и не заставить заниматься каким-то конкретным прикладным творчеством или языками и так далее. И уж тем более не отдохнуть от ребенка, просто сдав его куда-либо. Целью было показать, что такое вообще детский лагерь. При этом не напугать ребенка данного возраста некой свободой, чересчур большой и широкой. Показать ему некий драйв от того, что дети вместе, дети принимают какие-то самостоятельные решения, они достигают каких-то результатов. Я очень советую сходить в соцсети. На фейсбуке, как правило, все прогрессивные лагеря есть. И чем это хорошо? Во-первых, там есть отзывы реальных родителей, которые отправляли туда своих реальных детей, и вы всегда можете с ними пообщаться в реальном времени. Там видно эмоции реальных детей. Это очень важно. Вот, совершенно верно. И вот второе как раз это то, что по описанию лагеря, в общем-то, все очень похожи. Но именно благодаря странице в соцсети, которая живо отправляется, очень чувствуется настроение лагеря. И сразу становится понятно, он подойдет вашему ребенку или нет. Любой лагерь, если он хороший, конечно, это классно. Это классные впечатления, это незабываемые впечатления. Мне кажется, что кто был хотя бы раз в лагере и помнит свои ощущения, это никого убеждать ни в чем не надо. Главное, ничего не бояться. А для тех, кто по какой-то причине не успевает уже этим летом отдохнуть, или не наотдыхался, просто. Или не наотдыхался, да. У нас есть хорошая новость. В октябре вы можете присоединиться к нам, потому что мы опять едем с нашими малышами уже в такой взрослый детский лагерь для мам с детьми. Едем в то же место, будем учиться серфингу и выкупывать мышей в океане. Будет здорово, обещаем, практически гарантируем. Любим вас, ответим на все вопросы касательно любого лагерного отдыха в комментариях. Но не засиживайтесь в интернете и спешите отдыхать. Пока. Пока.